как я веду автомобиль часть 2 ну вот в этом видео я показываю просто как я веду автомобиль и рассказываю свои мысли зачем я наблюдаю что учитываю что делаю и вот сейчас перед нами большая скоростная дорога и мне не нравится ехать по левому ряду потому что в ней по этой дороге по левому ряду часто обгоняют вот такие вот лихачи едет которые явно превышают скоростной режим потому что я еду 60 60 максимум ну и раз он меня обгоняет он едет быстрее и вот у нас сейчас такой мост всего две полосы я выбрал правую когда мы едем вот по таким местам огороженным очень редко кто в правом ряду будет стоять например на аварийке или высаживать пассажиров или еще что-то поэтому в принципе правый ряд тут гораздо более выгоден чем левый хотя на обычных дорогах напоминаю что в правом ряду если поедете то вам придется все время обгонять автобусы и троллейбусы обезжать тех кто встал на аварийке и так далее вот мы видим светофор у него нету таймера и вот сейчас передо мной этот белый бмв явно не уступил мне дорогу потому что ради него мне пришлось притормозить а если мы знаем что такое уступи дорогу это как раз тот момент когда он не должен создавать помехи или действовать так чтобы я был вынужден тормозить или останавливаться ну и вот собственно я еду держу правый ряд соответственно впереди дорога расходится аж на 4 полосы я это вижу по знакам вверху распределение по полосам мне прямо поэтому я заблаговременно выбираю вот этот ряд сейчас смотрите как интересно происходит вот если я здесь остановлюсь то я не дам автомобилем занять правые ряды но движение пошло я спокойно еду кстати я уже держу этот бмв на примете потому что один раз повел себя странно может повести себя еще раз так наблюдаю по сторонам вижу что в принципе дорога спокойная все едут более менее как-то грамотно хорошо человек очень ненадежно стоит на проезжей части так делать нельзя еще и открыли дверь и своих делах своих делах даже не думая о том что тут едут автомобили таких людей мы учитываем потому что если человек стоит еще и спиной он запросто может резко совершить движение назад не посмотрев что с происходит что с трафиком с автомобилями поэтому в любой момент надо быть готовым к тому что придется резко тормозить вот мы продолжаем спокойное движение я как видите получаю еще один плюс а то что не занял левый ряд те кто встали в левый ряд они встали и ждут пока машина идет налево слышу сирену экстренных служб вижу вот смотрите без поворотника бмв уходит очень странно в этот же момент наблюдая за автомобилем экстренных служб аккуратно его проезжаю не мешаю он может в любой момент выехать и поехать по встречной это абсолютно нормальная практика если вы такое не встречали то держите в уме что это нормально то есть такая машина или полицейский или пожарная может запросто просто выехать и поехать на встречную по встречной в зависимости от ситуации вам это может конечно показаться очень странным пугающим но нужно в этом случае грамотно разъезжаться вот когда вот такие пустые дороги что я главное не делаю не изображаю что я сейчас стартану очень часто можно слева увидеть автомобиль который будет посматривать на вас таким играющие задирчивым взглядом в стиле о чем уже попробуем может погоняем может погоняем вот гоняют обычно автомобили которые стали параллельно например я и вот этот воображаем автомобиль которого тут нет и которые стоят первыми на светофоре потому что они могут максимально нажать на газ и никак не зависят от других взгляд упал на автомобиль справа который достаточно резко приближался и резко затормозил ага и посматривая в зеркало заднего вида я вижу что меня пытается обогнать мотоциклист и веду себя крайне аккуратно не совершаю никаких движений в любую секунду начнет меня обгонять и соответственно он ходит направо сейчас да и он ходит направо как бы мы в этот раз разъехались в разных направлениях но когда вас пытается обогнать справа или с левым мотоциклист нужно всегда максимально ровно вести автомобиль неких резких перестроений ну все поток движется спокойно мы едем куда нам нужно наблюдаем за другими автомобилями посматриваем нету лихачей но вот на данный момент нету все едут прям хорошо светофор зеленый можно ехать и получать удовольствие на легке на лайке вдалеке вижу что правый ряд сейчас пойдет только на большой развязке направо а мне прямо поэтому я чуть-чуть так мягко перестраиваюсь в нужный мне ряд ну так как это перестроение было совсем таким мягким и сзади не было особо трафика я даже не включал поворотник потому что чисто технические свои полосы я как раз мог идти либо направо либо прямо вот смотрю вот на этот автомобиль держу его в уме у него тут есть полоса для разгона он из нее быстро выходит но делает все грамотно никаких претензий и снова наблюдаю красоту чистых дорог получаю удовольствие от вождения разумеется сейчас правый ряд не занимая потому что видите правый ряд вот посмотрите на белый автомобиль правый ряд занимают те кто уходят на право как бы все абсолютно логично ну что пока мы едем как нога на газе по чуть-чуть добавляют газ коробка передачи в положении драйв мы на автомате тут все просто скоростной режим примерно 63 километра в час плюс минус обороты посмотрите 2000 машина едет автомобиль двигается в спокойном режиме двигатель не напрягает едем получаем удовольствие тут же можно увидеть бензин на середине температура двигателя чуть ниже средней то есть все адекватно нам сейчас направо и мы занимаем правую полосу причем вот здесь уже точно включаем правый поворотник заблаговременно и аккуратненько уезжаем направо здесь у нас знак уступи дорогу и мы делаем большой большой такой обзор головы налево поворот так сказать смотрю что никого нет еще раз посмотрели я в таких случаях смотрю обычно два раза и двигаемся прямо наблюдаем какой-то красивый лесок домики еще раз давайте покажу вам приборную панель автомобиля можно увидеть что здесь все четко у нас соответственно сейчас секундочку до бензин тоже в норме обороты в норме двигатель не перенагружается видите там может даже 7 8 тысяч оборотов ехать но понятное дело но можно но точно не нужно потому что долго и регулярно вы так не поездить это маленькая колея под нами машина едет по колее все нормально но если совета захотим совершать перестроение держим в уме это колья может как бы прихватить автомобиль и не давать ему из нее выехать чуть-чуть понятно что это не глубокий какой-то овраг но умеет тоже держим это больше зимой хорошо чувствуется проезжаем лежачий полицейский уступаем соответственно дорогу тут немножко ухабистая дорога которую мы не сильно маневрируя чтобы не взять на встречную объезжаем ямки чуть-чуть руль проверить чуть левее именно чуть-чуть ни в коем случае не машем туда-сюда вот примерно так и ешь надеюсь видео было полезно может быть снимем еще и третью часть так пешеходный переход притормозил убедился что никто не идет посмотрел направо-налево и поехал а всем приятной езды помните правило 3d дай дорогу дорогу